Клиентская служба Пущина Пенсионного фонда Российской Федерации, которая располагается по адресу микрорайон Д, дом 8, с 1 июля прекращает свою работу. В Совет депутатов, в администрацию поступают заявления граждан, которые волнуются, каким образом будет происходить обслуживание наших пенсионеров и как будут предоставляться услуги по Пенсионному фонду. Подробное разъяснение по поводу закрытия клиентской службы Пущина и дальнейшей работе с населением дала Ирина Чекулова, начальник управления Пенсионного фонда номер 11 по городу Москве и Московской области. По ее словам, это никак не отразится на качестве и сроках оказания услуг. С 1 июля жители Пущина будут обслуживать клиентская служба Серпухов, но ездить туда вряд ли кому-то придется. Прежде всего, надо сказать, что у нас в настоящее время действуют две параллельные службы. Многофункциональный центр и клиентская служба в Серпухове, в Пущине или в Протвино, в любом уголке России, которые выполняют, по сути, одни и те же функции. В настоящий момент МФЦ города Пущина работает по услугам Пенсионного фонда в полном объеме. То есть все услуги Пенсионного фонда оказываются в нашем МФЦ. За только первый квартал этого года к нам обратилось 556 человек. Также жители Пущина могут заказать необходимую им услугу в электронном виде на официальном сайте ПФР в личном кабинете. Если человек затрудняется сделать это самостоятельно, ему опять же посодействуют в многофункциональном центре. Можно прийти и за гостевым компьютером с помощью специалиста МФЦ подать эту услугу в электронном виде. По словам Ирины Чекуловой, мир не стоит на месте, технологии развиваются, появляются новые возможности для оперативной и качественной работы. Так, например, в Пенсионном фонде Российской Федерации ряд услуг уже предоставляется в проактивном режиме. Это означает, что по имеющимся документам в распоряжении Пенсионного фонда без участия самих граждан ему уже назначаются, а впоследствии будут и выплачиваться определенные виды денежной выплаты. Например, женщине, родившей ребенка, уже не обязательно куда-то обращаться за оформлением материнского капитала. Он выдается в проактивном режиме. На основании имеющихся сведений из ЗАГСа устанавливается право и определяется право, и этот сертификат уже в электронном виде сам к нему приходит на его электронную почту. Гораздо быстрее, чем многие обращаются с подобными заявлениями. Назначение ежемесячной денежной выплаты федеральным льготникам проводится также в проактивном режиме. По этой же схеме в 2020 году по указу президента Российской Федерации проводились единовременные выплаты на детей. Будущее стоит за назначением всех видов пенсии, предоставлением всех видов госуслуг в беззаявительном порядке. Сведений в распоряжении Пенсионного фонда становится все больше. Современные технологии и компьютерные программы позволяют минимизировать походы граждан в клиентскую службу ПФР для предоставления услуг. Если у человека все же остаются какие-то вопросы, их он может задать, позвонив по телефону. Анна Лихачева, Андрей Михайлович, Тимофей Акимов, ТВС Пущино.